Сегодня я хочу поговорить с вами о защитах. Мы уже очень много говорили о том, какое сейчас непростое время, время лихолетия, и что обязательно нужно делать чистки. Конечно же, чистки сейчас уже многие начали делать, но нужно не забывать и о защитах. И об этом я более подробно расскажу. Некоторые, кстати, думают, что им защита не нужна, об этом постоянно забывают. Сделать защиту один раз, думать, что это на всю жизнь. К сожалению, это далеко не так. Как говорится, вечного ничего нет и, естественно, защиту нужно обновлять. Когда мы говорим о том, что нужно усилить защиту, либо ее обновить, очень часто задают вопрос, что это значит и что нужно сделать. На самом деле все очень просто. Это нужно просто повторить ритуал, то есть нужно его обновить. Тогда защита у вас начнет по новой работать, с новой силой, то есть она будет именно усилена. Каким образом можно ставить защиты? Конечно же, это очень много их способов. Это, ну, в первую очередь, наверное, то, что может сделать абсолютно каждый человек, это молитвы. То есть обережные молитвы, шепотки. Да, они недолговечны, но это скорая помощь и всегда защитит вас в трудную минуту. Молитвы и шепотки можно говорить каждый день. Ну, например, с утра вы встали, прочитали молитвы, поставили защиту на себя, на своих родных, на дом. Кстати, о доме тоже нельзя забывать и ставить защиту на дом в том числе обязательно нужно, потому что поставить защиту только на себя – это неправильно. В ваш же дом тоже входят разные энергии, разные люди. Ну, не всегда так бывает, да, что, допустим, в доме только присутствует кто в нем живет. Да, приходят гости иногда, иногда даже родные. И, кстати, негатив иногда даже исходит от родных и близких. Такое тоже, к сожалению, бывает. Поэтому на доме обязательно тоже должна быть защита. И, кстати, дом тоже нужно обязательно чистить. И чистить его нужно минимум один раз в сезон. Это как минимум, это вот такая вот, знаете, как программа минимум. Почистили, поставили сразу защиту, чтобы ваш дом был защищен и, конечно же, не влиял на вас негативно. Потому что вы можете ставить себе защиту, можете чиститься тоже сами. Но когда вы приходите в дом, в котором вы живете, и там присутствует негатив, еще хуже, если там сущие какие-то есть, порталы какие-то открыты, это все равно будет на вас очень сильно влиять, и ваши защиты будут очень быстро пробиваться. Поэтому о доме тоже, конечно же, не нужно забывать. Далее, что еще может быть? Ну, кроме молитв, конечно же, еще есть обереги. Обереги, амулеты, талисманы, которые человек, ну, также абсолютно любой человек может использовать. Если он не умеет это делать сам, он может приобрести такой амулет, например, да, заговоренный мастером, или, например, с подселением, если это будет. Очень хорошо на защиту работают, ну, именно вот такие звериные, да, вот животные из обереги, да, талисманы. А вот, например, такой вот колорь, да, и такой вот медведя. Будет прекрасно защищать, его можно носить вот как в кулон, да, вот такой вот, например. Вот, и вот здесь уже с подселением, кстати, он, вот, и он будет просто вот, ну, рвать вот всех ваших врагов. То есть, он никого не допустит к вам. Или, например, вот клыки. Клыки тоже прекрасно работают, да, то есть зубы, когти, вот такие вот звериные обереги, они шикарно срабатывают на защиту. Особенно если это с подселением, да, и также это можно использовать как и, ну, как тотемную защиту, да, тоже можно через вот такие вот амулеты. То есть проводится сонастройка с человеком, и через такой амулет, например, идет взаимодействие. Тоже прекрасно защищает, будет грызть, разрывать абсолютно всех ваших врагов, и вы останетесь под защитой. Ну, не только вы, и ваши родные и близкие, допустим, кто будет приобретать такие амулеты. Ну, также это может быть и символика какая-то, например, да, какие-то символы, пентаграмма, например, да. А пентаграмма шикарно работает. Это такой вот универсальный символ, который и на защиту, и на привлечение. То есть его можно абсолютно использовать в разных случаях. Да, ну, мы сейчас говорим о защите. И, ну, таких на самом деле очень много оберегов. Это можно использовать даже украшения, например, да, кольца, браслеты, кулоны. Вот, кстати, да, кулоны тоже шикарно работают на защиту. Вы можете заговорить их как сами, так точно так же вы можете заговорить их мастер, если у вас, допустим, не хватает собственной силы, или вы не знаете, как это сделать. Особенно если вы приобретаете такие вещи в наших магазинах, дополнительно мастера могут сделать сонастройку с этим амулетом, с этим артефактом, и он уже будет работать непосредственно сразу на вас. То есть он вступать будет сразу в силу. Например, еще вот таких духов помощников тоже можно использовать на защиту, да. Вот так, например, такой вот замечательный код. Вот они могут быть как индивидуальными, так и, например, на семью. Вот, да, или вот, например, такой вот медведь, да, вот медведь, вот шаман такой. Он прекрасно подойдет, как и для отдельного человека, да, допустим, если кто-то сам хочет для себя, например, как тотем или как духопомощника использовать его. Вот, но также он может защищать и помогать для всей семьи. Ну, а что еще можно использовать в доме? Например, фигурки богов, да, это вот, например, такая вот, это у нас будет защищать всю нашу семью, да, это геката. Она будет помогать всей семье. Ну, можно использовать, конечно же, индивидуально. Вы можете выбрать картины. Панно, кстати, очень хорошо будут работать именно для дома, да, если вы повесите где-нибудь возле входной двери. Очень хорошо, очень хорошо работают изображения хищников. То есть их можно как раз использовать, да, как защиту, как щит, и они не будут не пускать в ваш дом абсолютно никакое зло. Конечно же, с ними нужно взаимодействовать, обязательно взаимодействовать. Их нужно периодически благодарить, общаться с ними, разговаривать и ставить им угощение. Каким образом это делается? Например, если это вот, ну, скажем так, фигурка, да, у вас, или изображение какое-то, ну, где вот у вас стоит, допустим, да, вот кладете рядышком блюдечко. На блюдечко кладете ту пищу, которую это животное предпочитает в жизни, да, в природе. И таким образом, своими словами просто обращайтесь, говорите, что вы благодарите этот дух, ну, например, если это дух кота, да, говорите, дух кота, благодарите за помощь, за защиту, за поддержку, да, ну, то есть в тех делах, в которых он вам помогает. И оставляйте где-то, ну, часика на полтора, час, ну, два максимума. Самое главное не допустить, чтобы этот продукт испортился, это уже будет неуважение к силам. Затем вы его просто относите под дерево. А еще такой немаловажный момент, именно вот это блюдечко, которое вы однажды уже поставили, в быту его использовать нельзя. То есть эта тарелочка уже именно для этого духа, поэтому используйте ее только для него. А если вы его потом убираете куда-то в сторону, то позаботитесь о том, чтобы никто, допустим, из ваших домочадцев этой тарелочкой уже не пользовался. Это важный момент. Вот. Это то, что касается благодарности, да, то же самое, также благодарятся и тотемы. Например, если вы заказываете защиту через тотем, мы делаем для вас амулет, это изображение животного, которое ваше тотемное, либо вы сами его выбираете, если знаете, кто это, если затрудняетесь с выбором, мы можем вам помочь в этом. Ну, скажем, кто это будет, да, кто готов вам помогать, кто будет вашим тотемом. Делается амулет и потом отправляется вам почтой. И вы начинаете с ним взаимодействовать. Значит, как благодарить, я уже вам рассказала, да, оставляете ту пищу, которую он предпочитает в жизни. Но также ваш тотем может попросить и что-то другое, например, совсем не то, что он, скажем так, кушал бы в природе, да, потому что это все-таки духи, они могут попросить все, что угодно. Поэтому прислушивайтесь обязательно к ним и не забывайте им благодарить за помощь и за поддержку. Это очень важно. Где тотемы располагают, да, вот эти амулеты, обереги? Их можно припрятать в укромном месте, но можно поставить, наоборот, на видное место. Здесь вы уже, когда проходится настройка у вас, да, вместе с этим духом, например, каким образом вы узнаете, где, ну, поставить, например, да, фигурку или изображение. Ну, когда вы приносите домой или получаете, например, по почве, да, приходите. Ну, вот, например, взяли вот и спрашиваете, например, духа-то, где ты хочешь жить? Вот, и как бы вот смотрите по своему пространству, там, ну, как взглядом выкидываете комнату, например. Вот, и где у вас взгляд зацепился, ну, значит, ему там хочется быть. Вот, ну, и ставите его туда, там, может быть, на полочку или там на шкаф, я не знаю, может быть, возле кровати где-то захочет на тумбочке у вас жить, рядышком с вами. А может быть, наоборот, захочет спрятаться куда-нибудь в шкаф, чтобы его никто не видел. Такое тоже может быть. Вот, а в какой-то период, может быть, наоборот, попроситься, чтобы его все видели и поставить на куда-нибудь на видное место. То есть вы с ним, когда разговариваете, вы уже будете чувствовать это. А также можно дать имя, если, например, вот, это не дух помощи, но та, которая уже с именем, с поселением, а именно тотем, просто как дух животного какого-то, да, вы можете давать имя и уже обращаться тогда по имени. То есть это еще больше уважением будет к вашему тотему, и он обязательно будет вам помогать. Также есть еще замечательный ритал – помощь и защита тотема. Это немножечко другое. Здесь амулет вам не делается, но происходит санустройка с вашим двухопомощником, с тотемом. И делается это на ситуацию. То есть когда вам необходимо привлечь помощь тотема на конкретную ситуацию. Например, ну такой самый, скажем так, наверное, сейчас вариант, когда, ну, многие обращаются с такой помощью, человек ищет работу и идет на собеседование. Он очень сильно переживает, ну, ему не хватает каких-то качеств, да, может быть, храбрости не хватает, может быть, хитрости не хватает, да, такое тоже возможно. Где-то, ну, что-то как-то сказать по-другому, да, вот красноречие. И подбирается ему именно тот тотем, то животное, которое обладает этими качествами. И человек тогда получает силу этого тотема и уже спокойно проходит собеседование. То есть у него появляются те качества, которых у него, ну, скажем так, они слабые были, да, либо, может быть, вообще не было, такое тоже бывает. Но, тем не менее, усиливаются именно эти качества. То есть животное, этот тотем, он одаривает человека этими качествами, он становится сильнее и уже благополучно завершается та ситуация, в которой ему нужна была помощь. Вот этим отличаются, как бы, вот эти две защиты, да, просто защита через тотем и помощь от защиты тотема. То есть здесь оказана эта помощь на конкретную ситуацию. Значит, тотемов может быть много. Часто очень задают такой вопрос. Ой, у меня уже есть тотем, мне уже всё. Я уже ничего не могу, я не знаю, как что. Тетемов может быть много, потому что каждый из них обладает какими-то своими качествами. И, знаете, как говорят, нет предела совершенства. Да, человек же тоже хочет, чтобы у него было, да, скажем так, и защит было много, да, и какая-то помощь была оказана. Бывает так, что, ну, не обязательно только один нравится, да, одно какое-то животное, один дух. Вот так, что вот, ой, мне очень нравится вот эта кошка, я обожаю медведя, да, например. И очень люблю драконов, да, вот, и хочу и то, и другое, и третье. Да, пожалуйста, пусть у вас будет несколько тотемов. Самое главное, чтобы вы не забывали с ними взаимодействовать. Их ни в коем случае нельзя обижать. С ними нужно общаться и периодически обязательно благодарить. Кстати, если вы, например, работаете с тотемом и просите помощи в конкретной ситуации, например, то не забывайте поблагодарить его сразу. Например, вы идете куда-то, вы просите помощи, оставьте, например, угощение, да, и уже потом после завершения этой ситуации также можно поблагодарить. Если вы, ну, скажем, по каким-то причинам вам этот тотем уже не нужен, да, либо дух этот помощник, вы хотите, ну, что-то с ним, может быть, случилось, да, такое тоже бывает. Либо вы вызывали его на конкретную ситуацию, да, вот, например, как помощь и защита. То есть вам был он нужен именно на эту защиту, именно для этой помощи, вам ее оказали, вы, у вас дальше нет желания с ним взаимодействовать. Нельзя просто так, ну, скажем так, про него забыть и все. Вы нужно обязательно поблагодарить и отпустить. То есть оставьте какое-нибудь угощение, поблагодарите его и отпустите этот дух, чтобы не было потом уже никаких неприятностей. Потому что просто призвать и забыть, не общаться, не разговаривать, не благодарить, так нельзя ни в коем случае. Это все равно, что вы позвали кого-то в гости и про него забыли. Ну, представьте, как это будет выглядеть, да, или, например, вы вас позвали в гости, вы пришли, вас день мы там в уголочек посадили, и все, и про вас абсолютно забыли. Что будет вам? Обидно будет, да, в первую очередь, наверное. Потом вы, может быть, злиться начните, да, или еще что-то. То же самое происходит с духами. Поэтому уважение обязательно нужно к этому проявлять. Значит, так еще замечательная просто защита, например, отзеркаливание. Шикарно работает и отражает практически все направленное на вас зло. Работает очень хорошо. Здесь тоже делается амулет через зеркало и отправляется вам почта, ну, либо на месте вы его забираете. Такой амулет хранится либо в каком-нибудь укромном месте, либо можно носить с собой. Но силу, естественно, конечно же, он не теряет, даже если вы находитесь, ну, может быть, даже в другом городе. Очень часто мамы, например, на детей, когда заказывают такую защиту, переживают, что как же, вот можно, вот я у себя буду хранить, ребенок, например, находится в другом городе, да, или учится, или работает. Да, конечно, можно, и силы не будет от этого меньше. Просто многие люди, вот, я хочу, чтобы это у меня было рядом, да, вот когда вот берут в руки, вот я держу, мне так легче. Пожалуйста, носите с собой, можно носить с собой такой амулет. Но единственное, что положите его тогда в какой-то натуральный мешочек, чтобы он у вас где-то не сломался, не испортился. То есть нужно проявлять уважение, как я уже говорила. Так же можно использовать, вот, например, вот такие вот маленькие зеркала, да, они выглядят как украшения, очень хорошо подходят. Есть и без украшений, да, то есть, допустим, мужчины могут использовать, они есть маленькие, есть побольше. Выглядит как украшение, никто даже не подумает, что это у вас какой-то защитный амулет, просто какое-то украшение, никто на это внимание не обратит. А на самом деле это будет мощный ваш оберег, мощный артефакт, который будет вас защищать от любого направленного на вас негатива, любого зла. Работает безотказно такая защита. Об этом, кстати, уже очень многие убедились, именно те, кто уже заказывал эту защиту. Работает моментально, потому что, ну, наверное, нет таких людей, которые бы не отражались, ну, не только в зеркале, да, работает любая отражающая поверхность. То есть, ну, невозможно спрятаться, да, где-то от отражения вообще абсолютно никакого. Даже вот элементарно, вот телефон, да, у каждого человека есть телефоны, по несколько. Вы взяли телефон, да, чтобы что-то посмотреть, у вас пошло отражение. Вы идете по улице, не знаю, витрины, стекла, ну, все что угодно. Транспорт проезжающий, да, все является отражающей поверхностью и таким образом срабатывает практически сразу, да, если кто-то на вас что-то наводил словом, делом, какие-то дурные мысли, да, разговоры, да, на вас что-то говорили плохое. То есть это будет все сразу же, как только человек этот отразится где-то, ему сразу будет возвращено. А единственное, что эта защита не защищает от того, что вы сами на себя берете. То, что вы сами приглашаете, то, что вы сами допускаете. Например, с точки зрения жертвы, да, когда человек признает какие-то вещи и говорит, что да, я там в этом виноват, да, это вот я там заслужил и так далее. То есть в этом случае такая защита не сработает, потому что она именно от направленного зла, когда человеку конкретно вредят. А если вы это принимаете, то защита это не воспринимает как нападение, потому что вы сами это взяли. Поэтому и говорится, что защит должно быть много, да, потому что если, допустим, отзеркаливание не отразит, то, допустим, ваш тотем уже посчитает это по-другому. Может быть, да. Или, например, ангельская защита, или защита через стихию. Вот здесь уже будет, защита идет, ну, немножко другого характера, и уже будет где-то задерживаться. Да, если там одна защита прорвется, вторая, третья, ну, какая-то четвертая сработает, и уже до вас она не дойдет. То есть уже негатив будет меньше. Значит, что касается еще амулетов, хочу заметить такой момент, что многие не понимают, да, вот там, когда мы говорим, нужно усилить свою защиту, там, как давно вы делали, срока нет такого точного для каждого человека, да, чтобы сказать, что вот я сделал там, допустим, вчера, и вот в следующий раз вам обязательно нужно вот такого-то, такого-то числа сделать. Нет. От этого зависит очень много факторов. То, в какой среде человек общается, как, какой образ жизни он ведет. Если более такой замкнутый, да, ну, сидит дома, практически никуда не выходит, то, конечно, например, такой защиты хватит, ну, на полгода, на год, может быть. Если же человек, допустим, ну, скажем так, его работа в сфере услуг, да, идет, то есть, ну, здесь уже, естественно, да, будет много направленного, может быть, направленного негатива, особенно это то, что касается сферы торговли, например. Ну, к сожалению, да, очень много людей агрессивных, то им цены не нравятся, то им еще что-то не нравится, и все это выплескивается именно на сотрудников магазина. Очень часто. Хотя об этом они абсолютно не виноваты, но людям же надо куда-то свою агрессию выплеснуть. Вот они и выплескивают. А если вы были, например, в каком-то эмоционально подавленном состоянии, то есть вы это легко нахватали. Поэтому обязательно нужно делать чистки и ставить защиты разного характера. Вот. И здесь как раз очень хорошо помогут защиты целенаправленные. Вот. Не общего, допустим, вот брать отзеркаливание, тотемное, да, на стихии защита, ангельская защита. Это такого общего характера, который защищает, как бы, от всего. Но есть и защиты, например, защита от бесов, да, защита от вампиров. То есть это целенаправленная защита. Почему они вот как бы выделены, да, немножко? Потому что, ну, во-первых, вампиры, ну, это как бы люди, да, это энергетический вампирец, конечно же, я не имею в виду, вампиры, которого там прибежал, там, да, и начинают кусать и кровь пить. Нет, идет энергетический отток, да, то есть человек присасывается к вам и начинает тянуть вашу силу. А также могут забираться и ресурсы, в зависимости от того, да, вот, ну, насколько человек мощный с энергетического плана, насколько сильнее вас, да, и тянет из вас вот эту всю силу. Вот. Такие вампиры бывают, ну, скажем так, двух видов, да, вот я их называю. Есть такие вот тихие и агрессивные. Тихие – это вот нытики. Вот, наверняка, замечаю, да, среди своих друзей и знакомых есть такие, которые постоянно, ну, им все не нравится, им все плохо, вот, они такие бедные и несчастные, вот, пожалейте меня, вот, ну, и так далее. Вот вы начинаете и жалеть, успокаивать или еще что-то. Все. Как только вы начали это делать, они начинают вами питаться. Постарайтесь таким людям сразу переключить на другую тему. Например, как только он начинает рассказывать вам о своих проблемах, и скажет, хотите, я расскажу о своих. То есть перебивайте его. То есть он несколько раз так сделает, все, больше он к вам потом не прицепится. Он поймет, что ему питаться нечем. Больше такого делать не будет. То есть он пойдет искать себе, скажем так, другую жилетку. Вот. Ну, агрессивные здесь немножечко по-другому. Они вызывают какой-то эмоциональный всплеск. Они пытаются обидеть. Могут накричать. Да, то есть вызвать какую-то у вас эмоциональный всплеск. Да, вот обиду, злость. Ну, любое абсолютно. Да, вот. И человек, когда начинает проявлять какую-то эмоцию, то есть все, он начинает вас кушать. То есть это вот такие вот агрессивные вампиры. Вот от них ставится отдельная защита, чтобы она не проходила. Потому что это немножечко другое. То же самое касается защиты от бесов. То есть это сущие, ну, скажем так, полностью от них невозможно защититься, чтобы вот так вот поставили вам защиту, да, и все, больше ни один бес ко мне не прицепится. Это не так. Поэтому такие защиты, они ставятся где-то, ну, вот раз в месяц, ну, раз в два месяца, это вот прям максимальный такой срок. Почему именно так? Потому что, ну, вы же не можете оградиться от этих людей, например, да, если брать энергетических вампиров. Если вы с ними общались. Это могут быть и сотрудники на работе, например, да, ваши коллеги. Вы же не пойдете, там, допустим, к руководству и скажете, вот, уберите от меня этого человека, потому что он меня вампирит, он сосет там из меня силы там и так далее. Вот, я не хочу с ним работать. Ну, кто вас будет слушать? Вы можете только ставить от себя защиту, например, да, либо ставить запреты, да, можно говорить слово «запрещаю». Запрещаю мне питаться, запрещаю мне разговариваться, например, да. Таким вот образом тоже можно оберегать себя, да, вот от этих всех негативных структур. Вот, ну и бесы тоже самое, потому что бесы, они обитают вокруг везде, абсолютно везде. Это и соседи, это и, ну, скажем так, злачные места, да, я могу даже назвать это. То есть те места, где очень много каких-то негативных вещей происходит. Это могут быть и больницы, это церкви, это большие какие-то торговые центры, там, поверьте, тоже очень много негатива, потому что очень много людей там проходит, очень большой поток, и они, ну, также каждый со своими эмоциями, какими-то со своими проблемами, да, и так далее. То есть это все может хвататься, да, вы где-то прошли и уже нахватались. Те же самые горные заведения, хотя они запрещены, но тем не менее это все есть. Да, те же автоматы, например, где-то стоят. То есть там тоже бесов хватает, поверьте. И проходя мимо в каком-то эмоционально подавленном состоянии, или даже вот вы проходили, кто-то вас зацепил, ну, не знаю, что-то там вам вслед сказали, вас это задело, да, вы вот прям вот, ну, идете, так вот все это переживаете в себе. Все, для бесов это прекрасная еда. Все, они к вам прицепились. Поэтому такие защиты, да, они ставятся постоянно, их нужно постоянно усиливать хотя бы раз в месяц, чтобы не было вот такого негативного на вас воздействия. Ну, что еще нужно использовать? Ну, безусловно, это свечи, да, это то, что может использовать каждый человек. Ну, свечи программные, да, я имею в виду, конечно же. Например, вот такие вот свечи, это свечи с зверобой. Это, кстати, и чистка, и защита. То есть, прожигая такую свечу, вы ставите защиту. Ее можно сжечь дома, да, и, как бы, и на дом делать, и на себя. То есть, вы читаете определенный заговор, и свеча начинает работать. То есть, вы ее активируете. Вот, или, например, вот такие свечи с рябиной. Тоже прекрасная будет защита. Они, кстати, все эти свечи программные с авторским ритуалом оленой полы. Вы, когда зажигаете, читаете активацию, да, ритуал на активацию, заклинание, которое здесь написано, и свеча будет работать. Ее также можно использовать как для себя лично, так и чистить свой дом. Ну, то есть, вернее, ставить защиту, да, на свой дом. Вот, такие свечи можно кому-то подарить, например, да. Или если вы ее используете, например, для кого-то. Ну, может быть, мама на ребенка хочет поставить защиту, да. Тогда в самом заклинании вместо слова «меня» там или «мне» она говорит имя того человека, на которого ставится защита. Ну, таких свечей, на самом деле, очень много. Я здесь все их не покажу. Вы всегда можете ознакомиться с ассортиментом наших магазинов. В «Кудеса чудеса», да, и в «Косом переулке». Всегда найдете себе какого-то помощника. Выберите защиту та, которая вам больше всего подходит. И, конечно же, не забывайте, что их должно быть несколько, она должна быть не одна, и чтобы никто не смог вам навредить. И в завершении, я не могу не остановиться, да, не сказать про наши замечательные свечи. На счастье и успех. Это новогодние свечи, которые уже можно использовать, их уже нужно начинать активировать. Как я уже говорила, к Новому году нужно подготовиться заранее. Нужно составить тот фундамент, который будет у вас на следующий год. Чтобы год «БК» стал для вас год «Золотого тельца». Чтобы в вашей жизни только было счастье, успех и удача. Здесь также, конечно же, есть заклинание на активацию этой свечи, чтобы привлечь в следующем году для вас счастье, успех, удачу и благополучие. Конечно же, такую свечу можно использовать не только для себя, ее можно подарить, ее можно приобрести в подарок для кого-то. Это будет замечательным подарком. А я желаю вам счастья и успехов в наступающем году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!